Здравствуйте! Это программа «Право на маму». Сегодня я познакомлю вас с двумя сестренками – Анжелой и Светой. О них нам сказали, лучше вам не знать, в какой семье они жили. И мы приготовились увидеть горе и боль, а увидели прекрасных принцесс. Про Анжелу нам сказали, если вы ей не понравитесь, она не станет с вами общаться и тем более сниматься в кино. Но мы ей понравились. Она не только с удовольствием играла с педагогом на камеру, но еще и с интересом посматривала на нас. Спрятала все свои домики? Идем. Мишка наша, Евгения, да? Буду еще прячься. Идем, 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 идем. Налезай в бассейн, пойдем. Мишку посадим. Вот, идем скорее. Малышке в декабре исполнится три годика. Пока она не разговаривает, но все понимает. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Так. Прыгай. Прыгай, прыгай, не бойся. Опа. Хорошенькая. То есть надо всегда гладить. Говорит, что она хорошая, замечательная. И она начинает все это делать. Знаю вот эту черту характера. Поэтому мы косички заплетем. И прическу хорошую красивую сделаем. Идем, посмотрим на себя зеркало, какая ты красивая. И оделась красиво, все. И она начинает потихонечку оттаивать. Начинаем все делать. Анжела любит одиночество. И даже в группе предпочитает играть одна. Куколы любит кукол в основном. Так она занимается на занятиях совсем. Но очень медлительная она сама по себе девочка. Очень медлительная. И ест очень медленно. Избирательная. И в еде очень избирательная. Она не все ест. Она может отодвинуть и останется голодной. Потому что она не любит эту еду. И она есть не будет отказываться от нее. Если малышку что-то очень сильно заинтересует, она может продолжительное время заниматься. А если игра ей не нравится, встанет и уйдет. С нами Анжеле было точно интересно. Она не только нам улыбалась и приглашала в свою игру, но когда пришло время прощаться, категорически не хотела уходить. Пока-пока. Поможи пока. Нет. 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 Всеми доступными ей способами Анжела показывала. Нет-нет, давайте еще поиграем и почитаем. Больше всего ей понравилась музыкальная книжка, где нажимаешь на кнопочку и начинают играть звуки. Нам с трудом удалось уговорить расстроенную девочку расстаться. Для этого мы сфотографировались вместе и обнялись. Ее сестренке Свете в декабре исполнится пять лет. Несмотря на то, что в Центре помощи детям девочка совсем недавно, она сразу успела завоевать сердца воспитателей своей внимательностью, добротою и скромностью. И, конечно, просто сказочной красотой. Воспитатель рассказывала нам о ней как об очень общительной, жизнерадостной и нежной. Первым делом, когда кто-то входит в группу, Света, это просто вот она бежит обниматься со всеми. Она любит обниматься, то есть ей требуется вот какое-то тепло, ласка, ей это просто не достает. И до сих пор, вот прошло уже определенное время, ничего не изменилось. То есть Света любит всех обнимать, преклонить головку. Если приходит, она может залезть на руки. То есть вот она ручная девочка у нас. Но нас Света стеснялась и почти не произнесла ни слова. Воспитатель была искренне расстроена. Так ей хотелось, чтобы Света показала себя во всей красе. А Света по-другому рассказала нам о своих талантах. Она за считанные минуты собрала пазлы. Когда она к нам пришла, она этого не умела. И за очень короткий промежуток времени, знаете, я даже так не думала, случайно. То есть дети сидели постарше, играли. У нас некоторые даже старшие не могут пазлы собирать. И она сама, я как бы на нее даже особый упор-то еще не делала, она как бы новенькая была. Она копошилась, копошилась, говорит, все. Я была очень удивлена, приятно удивлена. Еще Света показала все геометрические фигуры и их цвета. Где кружочек? Кружочек. Молодец. А треугольничек Света где? Молодец, умница. Поиграла в детское домино, а потом напоила чаем любимую мышку. Она общительна, контакты с другими детьми поддерживает, любит играть вместе, сужет на ролевые игры, берет на себя ведущую роль. То есть она мама или там она хозяйка. Все это по сутку там она расставляет куколки. Вообще любит она играть и обязательно ей нужно общение. Общение для нее на первом месте. Любит поговорить, любит, в общем-то, детский коллектив. Я предложила Свете поиграть вместе и рассказать, что же любит кушать ее мышка. Шепотом, на ушко. Девочка мне рассказала и показала, что мышь любит кабачки и кукурузу, а вот сыр нет. Целеустремленная девочка. Доводит дело до конца. Она все делает сама. То есть ей не надо возиться, как с маленьким ребенком. Я предложила Свете сфотографироваться вместе и пригласила сесть рядом со мной. Света с радостью приняла мое предложение, и мы еще долго рассматривали наше платье и сравнивали, какие цвета есть у нее, а какие у меня. Анжела и Света разные, в каждой из них свое очарование. Но обе они одинокие и нуждаются в любви. Настоящий, когда дома тепло и светло, и вся семья собирается за столом по праздникам. И никто никого не обижает. Сашенька знает, что у него есть бабушка. Иногда она к нему приходит. А когда уходит, Сашенька замыкается и горько плачет, потому что знает, бабушка его не заберет. И в этом маленьком, большом горе малыша спасла любовь. Ради съемок в нашей передаче воспитателям пришлось изменить Сашин график. И пока он ждал нас, уснул, сидя. Когда Сашу привели в комнату, он очень испугался, увидев незнакомых людей. И наотрез отказался хоть на чуть-чуть отойти от педагога. А книжку посмотрим? Пойдем книжку посмотрим? Вот такой он, робкий и нерешительный мальчик Саша. Он не пойдет навстречу незнакомому человеку и вообще боится тех, кого видят впервые. Сразу начинает тревожиться и плакать. Очень важно, чтобы с ним рядом был хорошо знакомый взрослый, говорят воспитатели. Тогда мальчику спокойно. А с теми, кого знает, Саша послушный и исполнительный. Так, ладно, ага, идем, идем, идем. Опа! Вот, нельзя. Давай, давай, давай. Так. Уху! Давай, полежи ниже. Полежи, я тебя поглажу. Полежи. А? Козяк, озяк, озяк. Вот, полежи, полежи. Ложись, Саша, ложись. Саша ест все, но больше всего любит печеньки. А раньше малыш попросту отказывался от еды. Как оказалось, так хорошо малыш стал кушать совсем недавно из-за новенькой девочки. Вот сейчас пришла девочка, все, сидит с ним вместе за столом кушает. Вот, и все, это Таня, он прям с ней, да, про Таню, Таня там, да. Он с ней любит гулять, он ее прям достает, чтобы она с ним играла. И она кушает, и он начинает есть. Педагоги очень хвалят малыша и отмечают, что в последнее время прогресс в его развитии начался. Он в последнее время прям очень хорошо стал развиваться. Потому что он одно время стоял на одном месте, еще и заболевания все это сказываются. А вот последнее, считается, наверное, с нового года, вот он более-менее стал реагировать хорошо. Все сотрудники дома ребенка уверены, если мальчик окажется в любящей семье, то распустится, как цветок. Потому что без поддержки того, кто его любит, и кого полюбит он сам, всем своим маленьким раненым сердцем малыш просто пропадет. Я думаю, что не только красота спасет мир. Любовь спасет мир. Во всяком случае, одинокие сердца героев нашей программы точно. Только любовь, которую может дать настоящая семья. Это была программа «Право на маму». До встречи. Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...